здравствуйте ребята прошлой серии мы показывали вам как мучились с этим люком родным и так он у нас и не работал они говорили что он вообще не работал никогда но движок вроде бы оригинальный и на тот и на этот мы мучились сняли движок работает но одна проблема когда мы разобрали левый трос оказывается у них постоянно ломается это их не болезнь мы две недели искали искали нашли уже четыре штуки когда приходишь у каждого тем что занимается разборкой имеет по 10 по 15 штук но у них у всех одинаковая болезнь левая левый трос поломан он клинит так что мы еле-еле нашли оригинальный немецкий люк сейчас мы вам покажем как его будем установить и как он будет работать вот таким ключом головкой любой можно трещоткой начинается затягивать посередине вот эти средние сначала средние да умеренно не так что можно было сорвать потому что там есть резьба что-то хотел помочь сорвали на тот люк резьба и потом уже дверца у на две-три но не факт что теперь вторые буты идут и последние вот эти две спереди еще две сзади мы затянули для того чтобы мы могли проверять ее можно закрутить потом вот эту штучку можно ставить но мы сегодня не успеем потому что с потолком у нас проблема вот у нас проблема была вот с этой штучки вот этот наша родная она поломана и вот здесь как видите искали искали и так не нашли лампочки горят все это переключатель работы но крышка вот это никак не могли найти и мы решили где взяли люк купили вот такую крышечку вот она работает и поднимается и отпускается и кнопки все рабочие вот они как видите и для того чтобы мы вам показали мы можем подсоединять их без крышки потому что надо обшивку надо а что мы проверили для того чтобы мы проверили чтобы не мучились мы берем вот эту фишку подключаем вот сюда вот тут есть она сера на трещотка и дальше у нас есть вот такая фишка вот видите тут мы показали вот две ушки они заходят защелка защелки у нас значит она зашла в замок так дальше что у нас дальше мы сейчас будем посмотреть как мы работаем для того чтобы посмотреть какой работаем мы должны включить зажигание так теперь смотрим вот этот поднимается вверх так второе вот он сел вот он поехал назад едет обратно вот и и и и и Это наверх, всё на закрытии, вот наш люк уже всё на закрытии, включаем зажигание. Всё, это по рельсе открывается и закрывается. Дренажки мы установили. Так, у нас проблема ещё с потолком, мы в следующей серии вам покажем, потому что для самой важной, у нас вот этот люк была проблема. Мы никак не могли нигде найти, искали, искали, две недели, день за днём и звонили, у кого есть, у кого от B4, B5, но они не подходят, они подходят только от B3, но там тоже. Другие замки вот здесь, вот эти фишки, они не такие, мы сейчас вам покажем, какие фишки, но они сюда не подходят. Надо поменять, или моторчик поменять, или поменять фишки сами. Ну, вы сами понимаете, если начнёте изолировать здесь, там, то тоже проблема. Ну, что от B5, B4, что от B3, там одна проблема. Вот эта часть, эта сторона, левая от водителя, ломается трос. Мы покажем сейчас вам, какой трос, как, что он представляет. Вот у нас сейчас получается, что мы набрали четыре штуки. Привезли в прошлый раз один от B3, ну, там вроде проверяли, работали. Как установили у нас, то получилось, что он поехал, я назад заклинил что-то. Мы повернули с ним обратно, и он нам говорил, что вы его поломали, он у меня работал, и так он у нас и осталось. Есть в рабочем состоянии этот, брали тот, тоже от B3. Эти поднимается, как вы видите, и вверх, вниз. Так, он тоже сейчас поехал назад, но тоже надо подключать. Ну, что я хотел показать вам. Вот фишка от B3. Видите, тут фишка от двигателя другая. Тут три штуки имеет, она на B4 не подходит. Именно двигатель. И тут вот идет масса, где соединяется, двигатель по креплению сюда подходит. Так что, если кто будет заниматься этим, можно, он подходит по креплению, по всему подходит. Только не подходят фишки. Если у вас моторчик ваш хороший, нормальный от B4, тогда откручиваете вот эти два болта, снимаете ее, и ваш подходит на сто процентов. Лишь бы вот эти тросы работали, чтобы они не поломанные были. Сейчас мы покажем вам, у нас есть снятые от родного, от B3, а другое тот, что мы сейчас покажем вам. Вот мы хотим показать вам тросы. Вот это получается у нас, вот видите, они не подходят левые и правые. Правая сторона в таком виде, а левые, получается, вот в таком виде. Они парные идут. Левый трос на правую сторону не подходит. На B3, вот тут имеется еще язычок такой, мы открутили вот здесь язычок и тут язычок. А на B4 тут просто ставится вот на рельс. Стопор и все, и он едет по рельсу. Вот их не болезнь. Вот они ломаются, вот это. Кончик вот. Видите, вот на трос. Вот отсюда они ломаются. И ничем невозможно их варить. Вот, вот так он должен быть. Пол ломается, обратно тянет его, потому что он толкает. А когда должен идти туда вперед, то этот клинит. Люк перекосился, клинит в правую сторону. И так, что они никак не... И мы ходили на где-то туда-сюда. Никто не варить их невозможно. Только искать оригинальные. А где их искать? Новые в магазинах нигде нету. И даже вопросы, не когда спрашиваешь, то мертвый вопрос. Никто на них ответы не дает. Идите ищите где-нибудь как бы тем, что занимается разборкой. И везде мы были. Только вот последний шанс этот. Если бы этот не нашли на последнюю разборку. Километров 300 от дома. И так мы объездили везде. И вот, что мы хотели показывать вам. Вот, если клинит, когда открывается, клинит, значит обратно он идет. Вот этот болезнь. Если не будет смотреть, может гореть двигатель. Он клинит и... И вот в этом вроде. Надо их выкидывать. Вот люк этот хороший на B3. Только он чуть-чуть раствор. Кто-то набрызгал на него. Но он в рабочем состоянии. Есть от B4, от B3. Еще есть моторчик. Полностью в сборе. Только с люком. Только тросы левая сторона поломаны. Вот. Сейчас мы имеем... Вот один установили рабочий. Это тоже рабочий. Мы уже подстраховались. Брали и от B3 и от B4. Потому что были две. Лучше взять две, чтобы потом не получилось так, что приедем домой и опять не работает. И вот дальше в следующей серии будем показывать вам, как будем устанавливать потолок.